Внимание, Международная космическая станция Роман Сергей 0, Иван Сергей Сергей, я радио Мария 0, Мария. Роман Мария 0, Мария. Так члены Русского географического общества устанавливали связь с российскими космонавтами на МКС. 9 октября станция пролетала над Владивостоком. Анатолий Ивашин и Иван Вагнер приняли сигнал. Иван, добрый день, рады вас приветствовать. Мы сейчас находимся в здании Русского географического общества Приморского отделения Краевого. И вся аудитория, которая сейчас находится, наша пресс-конференция передает вам громадный привет всему экипажу членов экспедиции, орбитальной экспедиции Международной космической станции. На приеме. Спасибо. Мы тоже передаем вам большой привет Международной космической станции. Прием. Зал конференции охватило волнение. Затем космонавтам задали вопросы. Как космонавт отправляет сообщение семье? Собирает ли марки? Что сегодня на обед? И есть ли жизнь на других планетах? От приморцев прозвучал эксклюзивный вопрос о Владивостоке. Получали ли вы когда-либо послание от неземной цивилизации? С тех пор послание от неземной цивилизации мы не получали, но может быть в перспективе кто-нибудь получит прием. Вы видите сейчас Владивосток в прямой видимости и как он выглядит из космоса? В данный момент сумерки под нами и поэтому всю подстилающую поверхность увидеть тяжело. Но мы видели Владивосток, он выглядит достаточно красиво. К сожалению, очень частая облачность над вашим городом, поэтому мы его можем видеть не так часто, как хотелось бы. Прием. Радиомост стал частью пресс-конференции по результатам проведения Тихоокеанской историко-географической экспедиции морское наследие Приморского края. На встрече были представлены уникальные карт-максимы с изображением 40 выдающихся мореплавателей. Среди них исследователи Дальнего Востока, Казакевич, Гек, Рейники и другие. Также гости увидели новые почтовые конверты, открытки и арт-марки. Мероприятия посвятили целому ряду юбилейных дат этого года. 200-летию почтового конверта, 180-летию почтовой марки, 175-летию Русского географического общества, 160-летию Владивостока и 125-летию изобретения Радио. Кирилл Самойлов, Игорь Болтов. Новости на Восьмом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...